Израиль и Лица Израиль и Лица Израиль, это наш Израильский вариант Верховного Совета, парламентский орган наш, Верховные Рады, Совет Федерации, наш парламентский орган. Вот наши депутаты вынесли на рассмотрение, не ввестили в Израиль нормы того древнего иудейского права, когда опираются на Мишну, Тору и Галаху, и вот если какое-то спорное дело возникает, то в суде опираться на них. А там, как известно, ни о каком равноправии речи не идет. Естественно, там люди каких-то нетрадиционных ориентаций, понятное дело, в пролете. Ну, мы, собственно, тут и не против где-то, но сразу же вопросы о других национальностях и о других вероисповеданиях, ну и вообще о правах человека, женщин, детей, со всеми вытекающими. Как на это ты смотришь и вообще где-то грань в политике, куда можно допускать, у нас же нет конституции, как с этим быть, поддерживать, не поддерживать такие законопроекты? Ну, я отношусь к этому как гражданин своей страны, имеющий определенные интересы, да, то есть я, естественно, не буду никогда голосовать за те партии, которые продвигают. Я так предполагаю, что это религиозные или ультрарелигиозные партии, которые продвигают это законодательство. Вот это старая дискуссия о том, что значит, что мы живем в еврейском демократическом государстве, да, потому что Израиль себя определяет как еврейское демократическое государство. То есть, когда эти два слова еврейское и демократическое оказываются в одной фразе, то сразу возникает вопрос, что вы хотите, пардон, сказать. Но мы сами этого до сих пор не знаем, да, что мы хотим этим сказать. Мы хотим сказать, что с одной стороны, Израиль это государство для еврейского народа, в первую очередь, да, с другой стороны, не исключительно для еврейского народа, поскольку среди нас живут и неевреи. Им тоже должно среди нас быть комфортно, уютно и хорошо, и они должны иметь равные права. Естественно, мы говорим о гражданах, да, равные права с нами, вот в этом, наверное, идея демократии, по крайней мере, на сегодняшний день. Поэтому, конечно, я никоим образом не буду поддерживать ничего подобного, тут речи нет. Тут вообще есть опасность, как бы нам не скатиться к шариату. Ну да, это на самом деле пахнет, пахнет этим очень сильно. Нашим вариантом. Ну, вообще, в Израиле сейчас происходят в последнее время интересные процессы в политике, и, ну, динамика, все меняется, все вокруг движется. Ну, мы верим, конечно, что Бог даст мудрости нашим власть придержащим. Ну, а вообще, вот, вера и политика, как относиться верующим к политике, участвовать в выборах, выдвигать ли свою культету куда-то там, где-то там? Ну, я думаю, что обязательно нужно участвовать в политике, потому что мы не можем уходить от этого, я не думаю, что это правильно. Наше участие в общественной жизни – это один из путей, я верю, как Бог может свое царство распространять среди нас на земле. Вот. Другое дело, что, наверное, не всегда так легко и просто можно однозначно определить, каким образом мы можем в ней участвовать. И, опять-таки, тут нет, может быть, таких ясных и четких общих установок, что вот это мы можем делать, вот это мы не можем делать. Тут должна быть какая-то мера свободы для людей. Но, в принципе, когда ты читаешь Библию, ты понимаешь, что это книга о политике сплошь и рядом. Особенно, когда ты читаешь исторические и пророческие книги Танаха. То есть, в Новом Завете это не так явно видно. Сам Нишуа, он был фигурой в каком-то смысле аполитической, хотя титул носил очень политический. То есть, Маши Ахмелех Исраэль, Мессия Царь Израиля. Президент. Премьер-министр, да. Вот, то есть, титул самый, что ни на есть, политический. Ты говоришь. Не было, когда столько возрастов, раз пять царя вашего. Да, да. И так, ты говоришь, что ты царь. То есть, он совсем не... Ты говоришь, что я царь, он сказал, Пилату, да? Он совсем не отрицал. Но при этом он сказал, что мое царство не от мира. Поэтому, когда мы читаем Новый Завет, мы всегда вот это как-то... Двусть. Видим тут такое напряжение, да, между тем, что собой представляет Царство Божие сейчас и в будущем. Но когда ты читаешь Танах, ты видишь, как эти пророки, ну, там, конечно, не пинком открывают дверь к царю, но постоянно они пророчествуют о политических вещах. То есть, они говорят о том, что вот это государство пойдет войной против этого государства. Да, что ты, Израиль, сейчас поплачешь за свои грехи и будешь там вот иметь проблемы с Вавилоном или там с Египтом и так далее. Поэтому ясно совершенно, что Бог имеет много чего сказать о политике. Вот. Другой вопрос в том, как мы сегодня можем понять его волю о всех разных политических вопросах. Но я думаю, что на самом деле путь тот же самый. Но это очень обманчивая фраза. Какой тот же самый? В Танахе мы кого имеем? Пророков. Да? Пророки от лица Господа Бога говорят. Вот так говорит Господь. Вот политическая программа моя на ближайшее время или на сейчас. Да? Теперь вопрос, а что у нас сейчас? А кто у нас вот имеет от Господа такую власть, от Господа Бога? Сказать, вот политическая программа на сейчас. Теперь, если мы живем в Израиле, мы понимаем, как образовалось государство Израиль, мы ясно совершенно знаем, что вот были люди в свое время, не только среди евреев, но и среди христиан, которые открыли Танах, которые прочитали пророчества и сказали, О, смотрите, здесь написано, что этот Господь Бог, в Которого мы верим, соберет свой народ вот в этом месте в определенное время. И почему бы не сейчас? То есть это были там всякие реставрационисты англиканские, которые активно начали работать над тем, чтобы сионистский проект начался и был запущен. Вот вам пример участия христиан в политике. Собственно, без этого участия мы бы даже сегодня не видели бы государство Израиль. Это самый близкий к нашему телу, рубашка та, которая ближе всех, простите, к нашему телу. Потом берем другой пример, отмена рабства в Америке. Кто был инициатором этого проекта? Христиане? Да, Мартин Лютер Кинг, пастор, который проповедовал. Другое дело, что наше мессианское движение со своими прочными евангельскими корнями не привыкло к тому, чтобы всерьез думать об участии в жизни общества. То есть евангельское движение, которое породило в значительной степени мессианское движение, оно к чему призывает? Идти к людям с проповедью Евангелия. Ну, может быть, какие-то гуманитарные проекты в виде большой уступки. Да, будем кормить голодных еще при этом, как написано в Слове Божьем. Вот Павел Петру сказал, только помните нищих. Что Павел говорит, я и старался исполнять. Вот те, которые любят строго придерживаться во всем Библии, они говорят, вот нам что сказал Господь Бог, что Ишуа сказал в конце жизни. Великое поручение. Идите, проповедуйте Евангелие всей твари, делайте учеников. Вот мы будем открывать церковь, мы будем посылать миссионерские команды. Вот в этом призвание церкви. Вот в этом наше призвание как учеников. Ну, и, конечно, мы будем делать добро, там, открывать больницы и так далее. Вот, но читаешь Танах, ты видишь там еще много чего. Вот, ты видишь там борьбу против несправедливости. Пророки в чем обличают людей? Не просто в том, что у него какие-то мысли в голове нехорошие, да? Не просто в том, что он что-то там не то сказал или сделал, где-то в своем, в кругу своей семьи, там, детям конфет не купил. А в том, что он обвешивает на базаре кого-то. В том, что, значит, вельможи не судят народ так, как они должны судить. То есть, социальное зло они обличают не личное, только не личные пороки человека, а структурное зло, которое есть в обществе. Поэтому в этом смысле они пример для нас тоже. Мы просто к этой мысли, может быть, еще не пришли. Вот, но есть масса христиан в мире, которые очень четко понимают, что это призвание верующего человека тоже быть социально активным. Есть, мне кажется, опасность такая, что сейчас некоторые трактуют слова Писания, слова апостолов, как вот сказано, всякая власть от Бога, почитайте всякую власть. А власть у нас кто? Ну, президент наша власть, поэтому какой он есть, такой он есть, он наш царь-батюшка. Это на самом-то деле говорилось во времена империи. А сейчас у нас, откройте Конституцию и посмотрите, написано, что власть принадлежит народу этого государства. Хорошо это или плохо, другой вопрос, но есть, что есть. Вот так вот сложилось, по крайней мере, пока у нас шариат, к счастью, не установлен. Да, Господь Бог да помилует нас. Ну, а напоследок, может быть, такой забавный вопрос. У нас в интернете снова люди некоторые, но я увидел, для меня это была новость, а некоторые, оказывается, этим живут, ожидают конца света очередного, 23-го числа, вот говорят. Сентября или октября? Да, вот буквально на днях. В шаббат. А, в шаббат уже будет? А кто предсказал? Ой, как-то его МИД-фамилия, или какой-то очередной такой деятель, любитель концов света. Но мы не один конец света прекрасно встретили, вот и следующий еще можем встретить. Но тут же еще и накладываются войны, военные слухи, когда там Северная Корея что запустит, что-то у Ирана в подвалах делается. Возможно ли в ближайшие, ну пусть не 23-го, но в ближайшие годы, вот как ты думаешь, какие-то апокалиптические события? Или же мы можем в трепете ожидать Господа в ближайшие столетия? Хороший вопрос. Ну, во-первых, насчет шаббата, я думаю, что мы как-нибудь переживем ближайший шаббат. Да, я как-то думаю, что мы доживем до понедельника. Ну, а что касается апокалиптических событий, то мне кажется, что мы живем в это время уже апокалипсисом во многом. То есть то, что происходит на Земле сейчас, если так чуть-чуть отстраниться и посмотреть, ну происходит, в общем-то, много всего такого, что вполне вписывается в разные апокалиптические сценарии. Вот. Ну, а сколько времени это будет продолжаться, ну кто ж его знает? Сколько угодно. Смотри, тут можно по-разному к этому подходить. То есть есть люди, которые говорят, ну вот смотрите, государство Израиля уже есть на карте. Что, собственно, еще осталось ждать? Ну вот, надо молиться, чтобы евреи побыстрее уверовали в Ешо. Вот тогда уже все, собственно, и завершится. А есть такие, которые говорят, да не надо, это сам Ешо об этом позаботится, что они в него уверуют, когда он вернется. Каким-то чудесным образом. Да. То есть вот он уже теперь уже должен только вернуться. Нам побыстрее нужно, чтобы он вернулся, а все уже, в принципе, готово к его возвращению. Вот уже Израиль есть. То есть посадочная полоса готова. А есть другие, которые говорят, я не скажу, что эти люди совсем не правы. Понятно, что Писание говорит, его ноги встанут на горе Леонской. Вот. И что он вернется к своему народу. С другой стороны, он говорит, вроде бы, что конец придет тогда, когда Евангелие и Царство будет проповедано всем народам. Поэтому, если залезть в интернет и почитать, что пишут мессиологи, сколько еще народов, этнических групп на Земле не слышали благое вести о Ешо, то там довольно приличные цифры. И нам еще предстоит не одно десятилетие. Если все дальше будет такими темпами, как оно идет сейчас, то нам еще пахать и пахать. То есть нам, я говорю, не только мессианским евреям, а вообще всем верующим в Ешо, поскольку это поручение было дано всем нам, то нам пахать и пахать еще, чтобы перевести Новый Завет на все наречия и языки и донести Евангелие до всех народов и племен, еще предстоит крепко поработать. И на это уйдет, судя по темпам, каким дело двигалось до сих пор, на это идет еще, в общем-то, некое время. Сколько? Ну, поживем увидим. Я не склонен к тому, чтобы здесь сделать какие-то прогнозы. Это, мне кажется, я не пророк, я вот, не пророк. Ну, на этой оптимистической ноте мы ставим многоточие, не говорю точку, многоточие, на нашей сегодняшней программе. И предлагаем вам, дорогие друзья, дорогие телезрители, писать, писать вопросы, писать комментарии. Александр с удовольствием на них отвечает, старается по возможности. Ну, и наши сотрудники, наша команда это тоже пытается делать. Благодарим вас за внимание. Вы смотрели программу «Израиль и лица». И у нас в хайской студии «Оазис Медиа» был в гостях Александр Гольберг, директор центра «Каспарий» из нашей столицы, из Иосифа. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»